Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге пророка Изекииля и обратимся сейчас к 24 главе. 24 глава включает в себя еще одну притчу, еще один зримый образ того, что происходит в отношениях Иудеи с Богом, Иерусалима. Ну, собственно, к этому моменту уже от Израиля-то ничего кроме Иудеи не осталось. Но кроме этого, во второй части главы, там совершенно замечательно мы увидим пророчество и такой призыв, если хотите, касающийся участия Иерусалима. Итак, первая часть – притча, в которой город Иерусалим, ну и, соответственно, все жители страны той уподобляются кипящему котлу с мясом. Отчасти этот образ похож на горнила, в котором переплавляются металлы. И в напоминании об этой связи также и в этой части 24 главы Иерусалим называется «Город кровей». И снова говорится «Горе городу кровей, ибо кровь его среди него». Вот это вот насилие, страдания, слезы и кровь угнетаемых, обманываемых, становящихся жертвами корысти, гордыни и склонности к насилию жителей Иерусалима. Вот это вот название «Город кровей», «Кровавый город», очень, конечно, яркое и поучительное, я бы сказал, поучительное. Понимаете, потому что ведь очень часто за внешне благополучным фасадом в наших городах тоже на самом деле царит тот же самый рэкет и такие же взаимоотношения между всеми жителями, не только начальствующими и народами. Теперь есть и нечто особенное, потому что это слово Господне было к Иезекиилю в девятом году, в десятом месяце, в десятый день, и Господь говорит «Запиши сегодняшнее число», потому что в этот же день, в этот же день следующего года царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. Таким образом, Господь говорит о том, что вот все, остался год, через год Иерусалим погибнет, потому что кровь его среди него. И вот Господь говорит, что Иерусалим подобен котлу, в котором есть накипь, из которого накипь не сходит, и в этом котле что-то варится, какая-то пища, мясо, и вот на бульоне накипь, и на котле накипь, и все это уже невозможно различить. И Господь говорит, что я разложу большой костер, прибавь дров, и все это прогорит, и медь расплавится, и медь раскалится, и вся нечистота будет выжжена, вся нечистота, которая покрывает этот котел, будет выжжена. И вместе с тем, Господь говорит через Иезекииля, но в нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. Вот оказывается, что вот это повреждение, повреждение, оно проникает в какую-то такую глубину, в суть людей Иерусалима, что это уже невозможно очистить, невозможно. И ты впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою. Вот прям такое соревнование Бога, который раскаляет костел и накипи, грязи, которая все крепче прикипает к этому котлу, и которую не отдерешь, пока она не обуглится. Вот кто победит? Доколе не очистишься, ты не очистишься, доколе ярости моей не утолю над тобою. И снова по путям твоим буду судить тебя, говорит Господь Бог. Далее Езекииль рассказывает о смерти его жены, это драматическое для него, трагическое событие. Но Бог сказал ему, ты не сетуй, не плачь, и слезы да не выступают у тебя. И запрещает ему совершать другие вещи обычные при трауре. Не обвязывай себя повязкою, не ходи босиком, плачь по умершим не совершай, бороды не закрывай и хлеба от чужих не ешь. Не вздыхай, не сетуй и не плачь по умершим. Таким образом, когда умирает жена пророка, пророк не делает всего того, от чего от него ждут, и поэтому окружающие спрашивают его, какое для нас значение в том, что ты делаешь. Вот, кстати, как работают пророческие, причем делают нечто шокирующее, ну или, по крайней мере, удивляющее. И его спрашивают, какое значение для нас то, что ты делаешь. И он говорит, так говорит Господь Бог, вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших, от раду души вашей. А вы будете делать, говорит пророк, то же, что и я. Не будете плакать, не будете носить траура, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. Таким образом, истаивать от грехов ваших, воздыхать друг перед другом. Не сетывание и плачь, и сожаление о потерянном святилище Бога, которое, заметьте, было утехой очей, от рады и души, опорой силы. Но сокрушение о своих грехах. Вот этот знак дается окружающим Иезекииле людям для того, чтобы при падении Иерусалима они могли остановиться, задуматься и начать менять себя и свою жизнь, начать путь покаяния. И еще Господь обещает, что когда падет Иерусалим и будет разрушен храм, придет вестник к Иезекиилю специально подать весть в уши твои. И в тот день спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить. Ну, можно предполагать, что после смерти жены пророк в самом деле он имел и не мог говорить, хотя, с другой стороны, мы видим, что он объясняет окружающим значение этой притчи. То ли, скорее, все же речь идет о том, что пророк снова станет возвещать правду Божьим. Редактор субтитров А.Семкин